С кистью работаем настойчиво, втираем краску в толстый. Чуть-чуть перспективу, ступенечек определим, направление их. Вот они куда-то туда вверх ушли. Да, закрасим. Просто да, закрасим. Освободившиеся места. Можно чуть-чуть развеселить вот этот изумрудный цвет, разбил. Чуть-чуть туда добавить желтизны, чтобы были какие-то такие вот намеки на какую-то потечность. Чтобы уж не совсем фотографическая была здесь история. Вот буквально прошло, не знаю, там минут 6-7. И вот холст уже впитал краску. Поэтому приходится все время добавлять влаги, добавлять красочного слоя. Будем надеяться, что он не всю краску тебя впитает и с той стороны не выходит. Не проступит. То есть работая на таких непроверенных холстах, это всегда нужно учитывать и всегда пробовать. Вот я взял, немножко белил, немножко кадмия красного и марс-коричневый. И основным цветом проступи вот эти, а, сами ступени. То есть проступи у нас синие, а сами ступени у нас основной цвет такой прибеленный. Но в котором присутствует и красниночка, и теплость. Краска подмешивается. Это нам на руку. Создается некий живописный слой. Чуть-чуть помогу себе. Перспектива цветом. Заметьте, как я держу кисть, не втыкаю ее в холст, держу ее параллельно холсту. Она всю краску сдает. И с успехом справляется с поставленной задачей. Немножко усилим цвет ступеней. Помним о том, что холст у нас впитывает, поэтому нам нужно чаще обращаться. К пройденному материалу. Ну, для того, что, если мы хотим, чтобы картина у нас была насыщенная, так как вот и в греческой жизни. Рекомендую анализировать то, что мы пишем. Просто не бездумно переписывать цвета, а неким образом анализировать. Вот, например, да? Вот мы видим проступи ступенечек. Что это такое? Ну, совершенно очевидно, что эти проступи ступенек, они не естественного цвета, а покрашенные. Да, покрашенные чем? Ну, я так думаю, каким-нибудь, я не знаю, медром купоросом. Вот какой цвет имеет медный купорос? Ну, если это медный купорос, если я правильно в химии, там, помню, химии школьного практикума, то где-то вот такого цвета. Значит, идет дождь, ну, хотя бы иногда в Греции. Это краска, которым медным купоросом, которым покрашены ступени, то она в каких-то местах может от дождя делать потеки. Какие-нибудь такие. Еще один такой замечательный факт, он может быть достаточно субъективен, поскольку я влюблен в Грецию. Вот у греков везде, вот там, где ступала нога грека, там появляется чистота. У них, как и внутри дома, так и снаружи дома, очень чистенько. Они все это облагораживают, украшают цветами, раскрашивают яркие цвета. Все это очень радует глаз. Что нельзя сказать об итальянках? У меня такое впечатление, что итальянцы только пользуются наследием великих своих итальянских пращуров. И палец о палец не бьют о том, чтобы сохранить то, что им досталось на халяву. В греке совершенно, по моему мнению, совершенно другой народ в этом отношении. Ну вот, возвращаясь опять же к недостаткам холста, он все время, все время впитывает краску и все время не дает работать. Потихонечку усиливаем свет на ступенях. На фотографии это не в полной мере показано. Живопись немножко привирает в отношении света. Но это всегда красиво. Мы помним о том, что свет это нечто теплое. И вот полную меру такого теплого разбела. В данном случае я взял кадмий светлый и белила титановые. Усиливаем свет на ступенях. Ну вот вы видите, что даже вот совсем чуть-чуть прошло времени и вот не слушает, не слушает. То есть сухо получается на холсте. Я все время с этим борюсь. Значит, рекомендую использовать проверенные холсты. Вот если можно приблизить, вы увидите, что краски достаточно. И даже при том, как вот я кистью веду, все равно получается некая сухость. Основным ярким пятном на картине, нужно посмотреть на картинку, является вот этот горшок. Кроваво-красного цвета. Не стесняясь, берем кадмий красный. И вот не обрисовываем горшок сразу, а идем от безопасной траектории, от середины горшка. И потому что человеческая натура, она тяготеет к тому, чтобы увеличивать, увеличивать и увеличивать. И нас в уточнениях, скорее всего, у нас горшок займет вот такое пространство. Поэтому мы потихонечку от середины, от середины, начинаем этот горшочек сюда вписывать. Краска подмешивается. Горшочек от алого стал таким грязноватым. Это нам тоже на руку. Мы помним о том, что в живописи масла мы идем от темного к светлому. В данном случае краска сама смешивается. И нам это очень на руку. Вот, собственно говоря, некое пятно, темное пятно горшка. Но оно должно быть алое. Так вот, как это пятно сделать алое? Есть два способа. Первый способ. К этому прибегают очень часто профессиональные художники. Он берет мастихин, берет достаточное количество краски и одним движением ставит алость горшка.